Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Я продолжаю вас знакомить с сортами томатов, которые есть у меня в каталоге на продажу семян. И вот я уже вас познакомила с сортом Демидов, Настенька, Ринет. Сегодня пришла, чтобы показать и рассказать о сорте Санька. Ну, как обычно, я начинаю только с тех сортов, сейчас описание, которые уже поспели. Чтобы показать именно, что вот сегодня, в начале июля, уже есть спелые плоды. Сорт Санька относится к ультраскороспелым. Но это ранний, он начинает рано спеть. И вот при посеве я сеяла в середине апреля, сейчас, в первых числах июля, у меня уже поспели плоды есть. Этот сорт, он такой же примерно, как Ринет, только немного покрупнее плоды. А что значит такой же? Значит, что растение детерминатное, оно само вершкуется. 50 сантиметров, 50 от силы 60 сантиметров, все, оно прекращает свой рост. Много пасынков, и его нельзя пасынковать, потому что на пасынках очень много образуется плодов. Куст штамбовый, это очень большое достоинство этого сорта, вот эта детерминатность и штамбовость. Это значит, что он не требователен к уходу, много времени не займет. Его не надо подвязывать, его не надо пасынковать. Обычно он у меня лежит на земле, но вот в этот раз я подвязала только для того, чтобы показать вам, что вот сорт, вы видите, что он буквально весь улеплен плодами. Вот, томат на томате, томат на томате. Если мы туда заглянем дальше, там тоже, вы видите, что они прям друг на друге, друг на друге, и все, все улеплено плодами. У этого томата большая урожайность, при хороших благоприятных условиях, 15 килограммов с метра квадратного. Вот с одного такого улепленного томатика можно получить 4 килограмма томатов. Ну, ультраскораспелость его, это значит 80 дней от первых всходов до первых спелых плодов. Но я сразу замечу, что в зависимости от погодных условий и от региона, это, ну как этот срок может удлиняться или укорачиваться, в теплых регионах всего 70 дней от всходов до плодоношения. Если у вас холодная погода или вообще климат у вас в регионе плохой, 80 дней, ну тоже не больше. Вот у нас сибирский регион, я уже сказала, что в апреле его сеяло, сейчас в июле уже плоды. И они плоды не единичные. Если мы туда вглубь заглянем, везде уже начинается массовое поспевание плодов. В каждый куст можно туда глубже заглянуть, мне просто неудобно, у меня одна рука всего. И все, все они, видите какие, очень-очень, очень их много на каждом кустике. У меня если бы были обе руки заняты, я бы вам раздвинула и показала. Ну я вот с краю сейчас вот здесь вам открою вот этот куст. Все. Иммунитет к заболеваниям, еще одно достоинство его. Потом, то, что он универсальный. Он заявлен как салатовый сорт, салатный, потому что он вкусный, мясистый, все. Но у него толстая шкурка кожица и позволяет ему в консервировании не растрескиваться и сохранять плоды. Это очень хорошее достоинство томата, что он не трескается при консервации. Вот если все мы это подытожим. А, ну я забыла сказать, что этот сорт тоже не очень, ну как, довольно-таки это молодой. Он всего лишь в 2003 году внесен в реестр. Ну вот за эти буквально 15 лет он полюбился не только простым огородникам, но и фермерам. Потому что, видите, плоды все стандартные, очень подходят для торговли, для продажи. Все почти товарный вид у плодов. Нет никаких-то уродливых, нет трещин. Как я говорю, что из-за толстой кожицы он редко растрескивается. И он разошелся тоже у нас по всей стране. И в Сибири, и в Дальнем Востоке, и в Приморье, и на Урале. Везде его теперь выращивают. Может вам попасться, он под названием санек или санька золотой. Это все подвид вот этого томата. Больших различий между этими сортами нет. Это все один, вот этот классический санька, от него все эти подвиды. Можно, это не гибрид, а сорт, можно с него собирать семена. Если вы его, например, один раз купили, то можете потом развести свои семена. Если подвести итог, вкратце, все достоинства, сейчас я перечислю. А, еще морозостойкость, самое главное, я забыла. Вот эти вот томаты у меня, вот эти кустики, были высажены еще до похолодания, до весеннего нашего, которое в этом году накрыло нас всех. И он выжил под двумя укрывными материалами, мороз минус 4. Конечно, заморозки приостанавливают рост растений. И вот эта вот его скороспелость немножко отодвинулась, чтобы он уже был бы спелый, давно еще, в конце июня. Но все равно, для начала июля это хороший результат, если учесть, какая была нынче холодная весна. Вот, если подвести итог, ультраскороспелый сорт, морозоустойчивый, детерминатный и штамбовый, что позволяет вообще не тратить на него время, тоже по принципу, посадил и забыл. Иммунитет к большинству заболеваний, еще его скороспелость, помогает ему отплодоносить до наступления вот этих осени, сырости и фитофторы. Большая урожайность, 15 кг с квадрата, это очень хорошая урожайность для низкорослых, скороспелых сортов. И универсальность назначения. Пожалуйста, и салат, и консервации, и соки, и кетчупы. Можно выращивать и в теплице, и в открытом грунте. Вообще, это сорт для открытого грунта, потому что он очень выносливый, он очень морозостойкий. Но в теплице его тоже прекрасно выращивают, и именно в теплицах получают самую большую урожайность этих томатов. Все. Вот это знакомство с сортом ультраскороспелым Санька. В каталоге на продажу семян он будет стоять после ренета под номером 6. Кто хочет вот такой сорт посадить, не найдет у себя в регионах, в магазине, можете у меня заказать. Заходите ко мне на страницу в Одноклассники. Ольга Чернова, город Бейск, Алтайский край. Там у меня в статусе есть статья, как заказать семена. Там все-все подробно описано. О стоимости, о пересылке, о заказах, о сроках, о сортах. В ассортименте 100 сортов. Кроме вот этого Саньки еще 99 сортов всяких. Скороспелых, позднеспелых, крупноплодных, томатогиганты, пальчиковые, черри. Очень-очень много. И все в течение лета я вам опишу, сделаю видеообзоры. К каждому видеоролику приложится статья с подробным описанием. Заходите, знакомьтесь, выбирайте. Томаты должны быть на участке разные, и скороспелые, и поздние, и мелкие, и крупные. Только тогда у вас будет непрерывный конвейер томатов. Вот мы сейчас уже давно кушаем томаты, и все это благодаря скороспелым сортам, которые многие игнорируют, недооценивают. Но скороспелые сорта должны быть на каждом участке. До свидания. Желаю всем хороших урожаев. Это был сорт Санька.